Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале на YouTube, посвященный различным вопросам юриспруденции. В данном видеоролике я хотел бы поговорить о семейном праве и о таком моменте, как установление места жительства ребенка. С кем, если, допустим, двое людей, у них родился ребенок, они разводятся. С кем суд вообще обычно определяет место жительства ребенка? С отцом или с матерью? Какая вообще практика этого вопроса? У меня раньше было достаточно много дел с этим связано, но на сегодняшний день никто не обращается, но практика, на принципе, устоявшаяся, она не меняется. Значит, вот такая ситуация, к примеру. Многие мужчины ко мне с этим обращались, говорят, вот, ну, честно сказать, это все делается, чтобы нагадить своей бывшей жене. Они говорят, давай возьмем ребенка, установим место жительства со мной, да я буду его воспитывать, я там зарабатываю и так далее, а жена моя такая-сякая, плохая, она меня там обижала, она меня там била, мы там с ней дрались, еще там что-то вытворяли и так далее. И давай это, типа, лишим ее. Родительских прав даже иногда предлагали. Ну, все-таки не будем лишения родительских прав в этой теме касаться. Установим место жительства со мной, пусть ребенок со мной живет, я буду ей давать там, когда она захочет. Может, она мне что-то за это тоже будет давать и так далее. Значит, в чем, какие основания вообще реально по закону, чтобы женщину, ребенок не оставался с женщиной, было установлено место жительства именно с мужчиной. Что хочется заметить, есть конвенция, я дам на нее ссылку снизу, где написано, что место жительства ребенка всегда с матерью, за исключением исключительных случаев. Что же это за исключительные случаи, хочу вам объяснить, пояснить на своей, из своей практики, да и судебной практики, из пленумов Высшего специализированного Верховного Суда Украины. Значит, какие это основания, чтобы ребенок жил все-таки с отцом. Это, естественно, всем понятно, что это алкоголизм. Алкоголизм, наркотики, что если женщина употребляет какие-либо алкогольные, алкоголь, употребляет наркотики, и это все доказано. Не просто так, что он там иногда выпивает шампанское, это все доказано, она состоит на каком-то учете. И, в принципе, если действительно человек пьет, мужчина, либо женщина, то это, в принципе, когда он в суд придет, то это даже невооруженным взглядом должно быть видно. В принципе, вот так. Какие еще основания? Ну, к примеру, если она уклоняется от исполнения своих обязанностей. Если она убежала где-то, сбежала, в тюрьму ее, не дай бог, посадили, еще что-то где-то там с другим мужчиной, бросила и ног. Ну, естественно, при этом суд должен будет принять решение о том, чтобы оставить с отцом. Ну, еще такой есть вариант, как психические заболевания. Она страдает какими-либо психическими заболеваниями, находится в каких-то местах, в сумасшедшем доме, там каких-то, я не знаю, на лечении и так далее, принимает препараты. Есть, естественно, все это обоснование, все эти медицинские справки и так далее, не на чьих-то там слов, что кто-то где-то когда-то что-то видел, а именно есть действительно реальные основания, тогда могут место жительства установить с отцом, а не с матерью. Вот это, в принципе, основные такие основания, они достаточно существенные. Поэтому в любом другом случае, чтобы вы поняли, даже если мужчина зарабатывает больше и так далее, ну, там у него есть официальные справки и все такое, то будет место жительства определено с матерью у нас. Поэтому даже не тратьте деньги на такие суды, не судитесь и так далее. Что еще от себя я хочу добавить? Что люди, не стоит вообще до этого опускаться, какая разница, с кем живет ребенок? Я очень часто, к сожалению, в своей практике сталкивался с тем, что люди, женщины, либо мужчины пытаются манипулировать, благодаря ребенку, тем своим бывшим женой, либо мужем, либо еще действующим, так сказать, если еще не разведены, манипулировать. Они начинают отношения портить, женщины часто не дают ребенку, я очень часто с этим сталкивался, говорят, мы не дадим гулять. Я не понимаю, зачем они это делают. Они реально делают себе хуже только. И не себя, а ребенку в первую очередь делают хуже. И это будет замечательно, если у ребенка будет и мать, и отец. И реально его отец, который будет, он будет к нему приходить иногда, они будут гулять, они там будут есть мороженое, он будет тратить время, будет тратить деньги, соответственно, он будет что-то покупать и так далее. Даже если он просто с ним погуляет, пообщается, то ничего в этом, ну, плохого, ужасного я не вижу. А вот это вот использовать детей, как я зачастую вижу, натравливают их там, против отца настраивают и так далее. Многие женщины недальновидные, я считаю, это делают, глупые. Я в этом смысла никакого не вижу. Вы делаете хуже в первую очередь ребенку. Поймите это, откиньте к черту свой эгоизм и поймите, что ребенку нужен и мать, и отец. И ничего в этом такого нету, потому что иногда дать погулять и так далее. Вплоть у меня доходило до того, что подавали иски мужчины, чтобы устанавливать время общения, потому что женщина не давала, и устанавливалось время общения, там время указалось, какие меня забирать, не забирать и так далее. Но это вообще, я считаю, бред и идиотизм. Поэтому надо все-таки, если люди разводятся, думайте о ребенке в первую очередь, или о нескольких детях, если у вас их несколько. Не думайте о себе. То, что там тот человек вы считаете вам не нужен, он вам противен и так далее, не занимайтесь этими. Отстранитесь каким-либо образом от этого и думайте о ребенке. Пусть у него будет, даже если вы не будете жить вместе, и мать, и отец, чтобы он мог и к матери, и к отцу определиться. А вот это прятать его, говорит, он там негодяй, он там подлец. Я в этом смысла, честно говоря, я не вижу. Это делают так полные дуры, я прошу прощения. Не стоит это делать. Ну, естественно, если, конечно, там какие-то исключительные аптелисты, он там, извиняюсь, алкоголик, или еще там какой-то преступник, но это понятно. Тут то же самое. Я как бы поддерживаю такую женщину. Так что вот так. В принципе, если видео было полезно, благодарю за внимание. Ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал, ждем новые видео.